В Сургутнефтегазе определили лучших пловцов. В спорткомплексе «Нефтяник» состоялось первенство по плаванию за счет спартакиада среди структурных подразделений компании. В этот раз на ежегодные состязания приехало рекордное количество участников. Мужчины выступали на дистанциях в 100 и 50 метров, женщины преодолевали 50. За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. Сейчас дистанцию в 50 метров преодолевают именитые пловчихи. Это и вызывает такие эмоции у болельщиков. В заплыве участвуют только опытные спортсменки. Фавориткой, она выступает на третьей дорожке, считается Нина Сарафанова. В прошлом член сборной страны, участница и призер всероссийских соревнований. Сарафанова подтвердила изначальное мнение судей и финишировала с лучшим женским результатом. Рекордное время среди пловчих «Сургутнефтегаза» Нина показала и в прошлом году. На этих состязаниях она пробует силы перед выступлением на более высоком уровне. «Летом будет у меня «Газпромовская спартакиада». Там уровень немножко посерьезнее, чем «Сургутнефтегаза». Результаты равняются чемпионата России вообще по плаванию. Поэтому вот к августу я буду готовиться туда». На 100-метровой дистанции среди мужчин самым быстрым оказался Кирилл Поневкин. Специалист аппарата управления компании уже не раз становился победителем корпоративных состязаний по плаванию. Но в прошлом году занял второе место. Тогда он допустил ошибку при кувырке и проиграл финалисту несколько секунд. «Рассчитывал также занять первое место. Готовился к этому целенаправленно целый год в течение года. В том году я был вторым. В этом году позанимался, исправил ошибки свои, занял первое место. Но сейчас у нас в планах эстафета в первую очередь за нашу команду». Спорт предполагает методичную работу над повышением мастерства. Такой подход хорош и на производстве. Поэтому развитие физической культуры в компании под особым вниманием руководства «Сургутнефтегаза». Состязания пловцов показывают, что успехи в этом деле есть. «В этом году очень много участников. То есть больше, чем в прошлом году, на три коллектива. То есть в этом году участвует 39 коллективов. Ну и само по себе 262 участника. Это говорит о себе, как говорится, что очень большой уровень соревнований». Темп на таких состязаниях задают спортсмены-профессионалы. Но большинство пловцов, сотрудники подразделений и компаний, без специальной спортивной подготовки и стремления обязательно победить. Многим важно просто держать себя в тонусе и хорошей физической форме. «Чтобы было все хорошо, здоровье поберечь. Оно меня берегло, всегда теперь его надо поберечь». В этот раз большинство призовых мест досталось команде Уфсинга. Эта сборная стала победительницей в эстафете и общекомандном зачете. Ее представитель Дмитрий Михуля – первый на дистанции в 50 метров. Второе командное место заняли сотрудники Уэзис. Третье – аппараты управления компанией. Спартакерада среди подразделений «Сургутнефтегаза» проходит ежегодно по 12 видам спорта. 1 июня начнутся состязания по легкой атлетике. Антон Севастьянов, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Север».